Всем привет! Только на моем YouTube-канале Дом 2 с Глорией и Рай самые актуальные события телепроекта на 6 дней раньше эфиров. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки! Представляю вашему вниманию девушек из борделя, где зажигал кузин. Их уже приодели, причесали и покрасили. Вика Романец вернулась из Доминика на Москву. Скоро она отправится на Сейшелы для съемок клипа Семена Фролова. После приезда Олег Бруханов и Вика выехали отдохнуть за периметр. Лиза Шароха сообщила, наша история с Николасом подошла к концу, он не прошел мою проверку. Девушка сообщает, приехав на сессию домой и встретив всех родных и друзей, меня стали посещать мысли об уходе с проекта, о чем я сразу же сообщила Николасу, так как считала его достаточно близким человеком. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что после моего сообщения, Николас мгновенно переключился на Катю Король и начал написывать ей. «Я ни о чем не жалею, из проекта уходить не собираюсь, и благодаря этой ситуации я поняла всю сущность Николаса», сообщает Лиза. А сам Николас даже не заметил, что Лиза отсутствует. А Катя Король, присмотревшись к своему ухажеру Диме, разочаровалась и отказалась от него. Опять Катя говорит свою любимую фразу «Меня не зажгло, он хотел легкости во всех смыслах, а я не подпущу к себе мужчину, которого знаю пару дней». Николай Должанский познакомил Руслану Мишину со своими родителями и братом. Девушка осталась довольна теплым приемом. Вчера снимали очередной этап конкурса «Свадьба на миллион», из него опять вылетели Должанский и Руслана, которые, как оказалось, ненадолго вернулись в этот этап вместо бывших Кузина и Артемой. Марина Африкантова не только согласилась продолжать участие в конкурсе с Чуевым, который опозорил ее на всю страну, но даже от чистого сердца призналась ему в любви. В следующем этапе конкурса продолжат участвовать «Трегубинка с элой», «Жемчугов с солей» и «Чуев с мариной». Татьяна Африкантова сообщает, «Андрей навел порядок в холодильнике и просит нас, чтобы мы соблюдали чистоту. У него все аккуратно, гоняет и нас. Надо мыть ложки и тарелки и складывать по своим местам. Другими словами, приучает нас к порядку». Можно подумать, что женщины будто и не знали, что нужно за собой мыть посуду. Как-то странно, тетя Таня все это комментирует. А вы, друзья, что думаете? Пишите в комментариях. Кстати, организаторы проекта поставили в известность тетю Таню, что она будет находиться на Сейшелах как минимум до марта. Женщина радостно согласилась, ведь на проекте, по ее словам, вкусно кормят. И когда еще выпадет возможность побывать на островах для богатых? Илья Кротков сообщил, что с Машей они вместе и в отношениях у них все хорошо. Недавно парочка весело проводила время с Еленой Степуниной и Дмитрием Солдатовым. Сама Елена Степунина очень скучает и страдает по проекту. Лена успела привыкнуть к экшену на проекте, к камерам, к большому количеству людей и к повышенному вниманию. А Гозиас сообщает, после ухода Кроткова никому из мужской спальни я не нужна. Кристина Лисковец сейчас в поиске. Николай и Федор на перегонке делают ей свидание. Но Кристине оба не нравятся. И еще, друзья, удивите себя и своих близких именными чехлами, как у Ольги Бузовой и других участников проекта. Ссылка на сайт в описании под видео. Там можно сразу оформить свой дизайн и заказать. На этом все. Спасибо за просмотр. Текст взят из тематических групп. Подписывайтесь на видео новости, ведь смотреть и слушать гораздо интереснее, чем просто читать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok